Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале CBC в студии Телли Гусейн Задей в начале коротко о главном. Баку привержен мирной повестке. Война будущего всего региона, положив конец военной оккупации, Азербайджан создал условия для того, чтобы обе стороны перевернули страницу вражды и начали добрососедские отношения. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Высокие технологии на службе безопасности военнослужащей Азербайджана и Узбекистана проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой, в которых будут задействованы более ста участников из обеих стран. Несмотря на осуждение со стороны многих стран, атак на Ливан, Израиль вновь сегодня нанес авиаудар по северо-востоку страны. По сообщению Ливанского государственного информационного агентства, в результате авианалета на населенный пункт Аляин погибли 11 человек. Минобороны Азербайджана сообщает об очередной провокации вооруженных сил Армении, совершенной минувшим вечером. С позиций, расположенных в направлении населенного пункта Алмалы Кешикенцкого района, подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия. Позиция Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары-Бузгов, Бабекского района Нахчеванской автономной республики. По сообщению ведомства, подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры. Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в регионе создалась принципиально новая обстановка. Он отметил, что впервые за десятилетия на Кавказе достигнута стабильность, фактически установлен мир. Азербайджан положил конец оккупации своих земель и создал условия для того, чтобы обе стороны в конечном итоге перевернули страницу вражды и начали добрососедские отношения. Об этом, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Затронув вопрос нормализации отношений с Ереваном, глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что завершение вооруженного конфликта с Арменией и восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана сформировали новую среду в регионе. Азербайджан продемонстрировал политическую мудрость и волю, предложив Армении мир на равных условиях, в полном соответствии с нормами и принципами международного права, на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности и суверенитета друг друга. За последний год Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в процессе нормализации путем прямых двусторонних переговоров, в частности, подготовки проекта двустороннего соглашения о делимитации и демаркации государственной границы, комплекса мер укрепления доверия. Азербайджан продолжит продвигать этот процесс, действуя с сильным чувством ответственности не только за свою национальную безопасность и благополучие, но и за лучшее будущее всего региона. Говоря о постконфликтном периоде, министр иностранных дел подчеркнул, что Азербайджан приступил к широкомасштабным работам по восстановлению и реконструкции. Они направлены на обеспечение реализации нарушенного права сотен тысяч азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома, заявил он. При этом Джейхун Байрамов особо подчеркнул, что загрязнение освобождённых территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами является серьёзным препятствием в восстановительных работах. Благодаря неустанным усилиям правительства на территории, подвергшейся беспрецедентным разрушениям во время военной оккупации, возвращается жизнь. К сожалению, массовое загрязнение территории Азербайджана минами и другими взрывными устройствами остаётся значительным препятствием на пути плавного продвижения работ по восстановлению и реконструкции. С момента окончания конфликта в 2020 году жертвами мин стали 377 человек, в том числе гражданские лица. Учитывая это, Азербайджан представил национальную цель ЦУР-18 по противоминной деятельности. Принимая во внимание масштабы проблемы, существует неотложная необходимость в увеличении межнародной поддержки для укрепления гуманитарного потенциала Азербайджана в области разминирования. Пользуясь случаем, я благодарю все страны и другие заинтересованные стороны, которые внесли щедрый вклад в гуманитарное разминирование в Азербайджане и, повторяя, наш призыв к усилению международной поддержки и солидарности. Напомнив, что в ноябре 2024 года Азербайджан примет 29-ю сессию конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29. Джейхун Байрамов отметил, что глобальный климатический кризис угрожает десятилетиям прогресса и ставит под угрозу огромное будущее человечества и уязвимых стран. Руководствуясь призывом солидарности во имя зеленого мира, Азербайджан приложит всяческие усилия, чтобы наладить связи между развитыми и развивающимися странами и укрепить дух сотрудничества для решения климатических проблем, как общего обязательства и морального долга. Доверие, оказанное нам международным сообществом в качестве принимающей стороны и председателя КОП-29 в этом году, является свидетельством и признанием готовности Азербайджана возглавить климатическую повестку и внести вклад в глобальные климатические действия. Как новый председатель Азербайджан подтверждает свою приверженность проведению КОП-29 прозрачно, беспристрастно, инклюзивно и с учетом интересов сторон. Мы представили наше видение, основанное на двух столпах, направленных на усиление амбиции и создание условий для действия. Климатическое финансирование станет главным приоритетом в этом году. Эти столпы взаимоусиливают друг друга. Прогресс на каждом из них посылает сигнал, поддерживающий другой. В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря ООН, верховным представителем по наименее развитым странам, не имеющим выхода к морю и малом островным развивающимся государством Рабаб-Фатимой. Джейхун Байрамов сообщил, что сотрудничество с ООН и ее структурами является одним из направлений, которым Азербайджан уделяет особое внимание, и страна активно участвует в проектах, реализуемых организацией. Ну а ситуация в регионе. Поговорим с нашим гостем. К нам подключается Ильяс Гусейнов, политолог. Здравствуйте, Ильяс. Здравствуйте. Ну что ж, Армения вот сейчас кричит на разных платформах, что готова подписать мирный договор здесь и прямо сейчас. Там даже на Генассамблее ООН об этом заявлял Пашинян. Но вновь обстрелы, вновь провокации, опять же, политика милитаризации, которую мы видим. Как вы считаете, все-таки, вот зачем Пашинян в очередной раз заводит мирный процесс в область неопределенного и даже, вот сказать, невозможного? Да, вы совершенно правы. И премьер-министр Армении Никол Пашинян уже долгое время говорит о том, что намерен подписать мирный договор с Азербайджаном. И здесь то, что согласованные пункты мирного договора и ее вводная часть, преамбула, Армения уже готова подписать и представить это как полное, целое мирное соглашение. Но забывают о том, что есть еще и пункты, которые должны согласовываться, и здесь должна быть проделанная работа. И в этой связи есть очень обоснованные требования Азербайджана, которые основываются на международном праве. И долгое время уже Азербайджан говорит об этих требованиях. И еще раз хочу повториться, что здесь требования о том, что искоренить какие-либо элементы реваншизма, и они действительно очень основательны. Это распуск Минской группы ОБСЕ. И здесь еще надо изменить Конституцию, провести референдум на территории Армении, для того, чтобы не было на законодательной базе какие-либо территориальные претензии к Азербайджану. Здесь есть тоже моменты того, что если будет заключен мирный договор с Азербайджаном, то при сравнении основного закона с мирным договором, то основной закон будет в юридическом плане выше, сильнее. И поэтому надо изменить внутреннее законодательство. И Конституцию должны быть изъяты элементы территориальных претензий к Азербайджану, и принимать новые геополитические реалии, то, что Азербайджан поставил конец оккупации, обвел территориальную целостность и суверенитет. Все это должно отображаться на мирном договоре. Но Армения очень старается, чтобы эти согласованные 13 пунктов и ее вводная часть была подписана, и вот этой бумажкой Армения будет готова открыть коммуникации с турецкой стороной, предложить вот этот мирный договор как уже конечным итоговым документом, и будет тянуть время для милитаризации, для своих геополитических и военных оккупационных целей. Мы не готовы к этому, потому что здесь, если один пункт не согласовывается, то не приходится говорить о мире безопасности и стабильности в целом, потому что есть основной подход дипломатии, если какой-либо пункт не согласован, то нельзя говорить, что все решено между сторонами. И, к сожалению, Армения вооружается какие-либо воинственные, милитаристические заявления мы слышим. Систематично обстреливаются наши позиции в сторону Нахтиланской автономной республики, в сторону Восточного Зангизура Кельбаджара, и вот все это поднимает напряженность. Мы очень тщательно смотрим за тем вооружением, которое поступает Республика Армения. И господин президент Рихман Малиф тоже в первой сессии седьмого созыва Нелимирсиса предупредил Армению о том, что Азербайджан готов ответить, если будет эскалация в этом регионе. И у Азербайджана есть сильная армия, Азербайджан показал свою военную мощь как во время Отечественной войны, осенью прошлого года во время локальных антитеррористических мероприятий, и пусть Армения не старается изменить геополитические реалии на Ночной Статуско и должна уделять внимание на мирный трек, на дипломатический трек. Но еще есть силы, которые воздействуют на Армению. Они не хотят перманентного мира, устойчивого развития в этом регионе, и поэтому выступают против мирных соглашений. Но если посмотреть на будущее, на политическую повестку, которая нам предстоит, то будет встреча в рамках мероприятий БРИКС в Таташтане, и есть возможность в Казани встретить встречи лидеров Азербайджана и Армении. Последний шанс, последний прогноз для встречи был в Лондоне в рамках Европейского политического сообщества, но здесь Пашинян отказался от встречи. Сейчас будем смотреть, как будет действовать Пашинян, и должен он, естественно, встретиться, и какие у него партнеры будут выступать за эту встречу. Вот последняя встреча не удалась. Но у российской стороны тоже есть очень хорошие шансы для того, чтобы провести встречу, и об этом говорилось. Я думаю, что если пройдет эта встреча, то будет только на пользу этого региона для урегулирования отношений, для устранения этих проблем, и для минимализации рисковых эскалаций. Потому что если не проходит встреча, если стороны выступают против друг друга обвинениями, и это поднимает напряженность в этом регионе. То есть даже самая плохая встреча лучше поднять напряженности. Я думаю, что если наши требования будут выполняться, то первый договор может быть подписан, может быть парафирован те согласованные пункты между сторонами, это тоже можно считать большим прогрессом. Я в целом даже считаю, что есть очень большой шанс для полноценного мира. До этого такого не было. Благодаря азербайджанской армии, новых геополитетических реалий, мы, как сторонники мира, вышли на этот трек, и уже видна внешняя прямая. Но есть еще требования, которые не выполнены. Патчинян говорил на выступлении в сессии Генассамблеи о том, что может быть изменена Конституция. Они даже сказали о том, что в 2027 году будет проведен референдум для изменения в Конституцию. Я думаю, что это очень дальний срок. Надо это провести очень оперативно. И это еще раз показывает, что до этого срока, до 2027-го, Армения не намерена, не заинтересована в мире. Вот это видение. Геревана и Азербайджан готовы подписать мирный договор, если все эти пункты, которые я сказал, обозначил, вот эти пункты будут выполнены. Ну, как отметил Джейхун Байрамов, впервые за десятилетия на Кавказе достигнута действительно стабильность. Спасибо большое за ваш комментарий. Леонид Гусейнов, политолог, к нам подключался. В результате армянской военной провокации, которая началась утром 27 сентября 2020 года, были подвергнуты массированному артиллерийскому обстрелу населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этой агрессии 11 мирных жителей, включая двоих детей, были убиты. Были жертвы и среди военнослужащих. Азербайджан был вынужден дать адекватный ответ агрессору и таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы в программе 60 минут телеканала «Россия-1». Третий день Второй Карабахской войны. У Азербайджана подготовленная армия. Очень большой мобилизационный резерв. Под ружье призваны десятки тысяч резервистов и с населением 10 миллионов против 2 миллионов у Армении. У Азербайджана нет необходимости в человеческих ресурсах. Мы способны сами за себя постоять и наказать агрессора так, чтобы ему было неповадно больше даже смотреть в нашу сторону. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, отвечая на вопросы в программе 60 минут телеканала «Россия-1» 29 сентября – в третий день Второй Карабахской войны. В течение трёх дней вооружённые силы Азербайджана километр за километром освобождали населённые пункты и сёла, уничтожали и перехватывали вражескую военную технику. Всё это было осуществлено в соответствии с международными правилами войны, которые соблюдал Азербайджан и грубо нарушала Армения. 29 сентября 2020 года продолжилось наступление азербайджанской армии за освобождение города Физули. В утренние часы артиллерийским ударом были уничтожены один танк, одна единица автотехники и до десяти человек личного состава противника, пытавшегося перегруппироваться на Физули в джебраильском направлении фронта. В утренние часы в том же направлении фронта были подбиты ещё четыре танка армянских войск. В направлении города Агдере также был уничтожен танк противника. Был разгромлен вражеский третий мотострелковый полк «Мартуни», расположенный на территории Ходжавенского района. Об этом говорилось на брифинге, проведённом в Минобороны Азербайджана. В этот же день президенту азербайджанов позвонила канцлер Германии Ангела Меркель, в беседе с которой Ильхам Алиев заявил, что ответственность за развитие событий, связанных с военной провокацией Армении, ложится исключительно на политическое и военное руководство этой страны. Глава государства напомнил канцлеру ФРГ, что азербайджанская армия сражается на своей земле, а армянская армия не должна находиться на земле Азербайджана. В третий день войны Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала информацию о гибели 12 гражданских лиц и ранении 35 человек в результате обстрела армянским противникам густонаселённых территорий страны. Уже третий день войны показал, что отечественная война завершится блистательной победой, которая положит конец почти 30-летней оккупации земель Азербайджана. Эльвин Абдулаев, CBC. Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в учениях, которые стартуют уже завтра в Центре военных игр Института военного управления, будут задействованы более 100 военнослужащих из обеих стран. Основной целью учения является совершенствование взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений армии Азербайджана и Узбекистана, развитие навыков принятия командирами оперативных подразделений, военных решений, их инициативности, управленческих навыков. Тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Мастерство-2024» продлятся до 6 октября. В Абширонском национальном парке прошел фестиваль «Каспия» в рамках «Каспийской недели», приуроченной ко Всемирному дню моря. Вероприятие с участием официальных лиц, дипломатов, туристов включало круглый стол, выставку картин, велопробег и обучающие занятия для детей об экосистеме «Каспия». Выступившие говорили об экологических проблемах «Каспии» и о побережье и подчеркнули важность морской жизни для окружающей среды. Как отметил замминистра экологии природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, на предстоящем в Баку КОП-29 одной из ключевых тем для обсуждения станет проблема обмеления Каспийского моря. В рамках КОП-29 основной темой, конечно же, станет климатическое финансирование. Каждая тема будет обсуждаться на панельных сессиях. И вот мы планируем одну из таких сессий посвятить обмелению Каспийского моря. Этот вопрос беспокоит не только экологов, но и правительство страны. За последние 20 лет уровень Каспийского моря снизился на 2,5 метра. В связи с этим на различных платформах ведутся активные обсуждения. Израиль продолжает наносить удары по объектам Хезбаллы в Ливане. Сегодня Израиль нанес авиаудар по северо-востоку Ливана. Об этом сообщает Ливанское государственное информационное агентство. В результате авиаудара по населенному пункту Алийн погибли 11 человек. Не уточняется, есть ли среди погибших членов движения Хезбалла. И, кроме того, сообщает израильский военный, был перехвачен ударный беспилотник, запущенный со стороны Красного моря. По данным Минздрава Ливана, за последнюю неделю погибли 783 человека. Число раненых достигло более 2000 человек. Тем временем парламент Ирана согласует варианты ответа и мести Израилю за убийство генерального секретаря ливанского шиитского движения Хезбалла Хасана Насрулы и предложит их Высшему Совету национальной безопасности. Именно этот орган решит, как действовать. Иранский парламент провел сегодня заседание в закрытом формате, на котором обсуждались последние события на Ближнем Востоке. Несколько парламентариев уже предложили свои варианты того, как можно ответить Израилю. После того, как предложение законодателей получит Высший Совет над безопасностью, он их обсудит и примет решение для ответа на преступления Израиля, сообщают местные СМИ. Спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, как передает агентство Тасмин, выступая перед законодателями в связи с гибелью Насрулы, заявил, что Израиль решил прибегнуть к тактике террора и психологических операций, поскольку потерпел большие поражения. На фронте, по оценкам Галибафа, Израиль не смог достичь своих целей на поле боя, поэтому развязал сложную гибридную войну. Правительство Ирана объявило пятидневный траур в память о генсекретаре ливанского движения Хезбалах Хасанин Насрале, убитом в результате израильского удара. Тегеран также требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан. Но тем временем в самом Израиле празднуют смерть лидера Хезбалы, готовясь к частичному наземному наступлению. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обратился к Совету безопасности с требованием провести экстренное заседание в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан. Тегеран погрузился в пятидневный траур в связи со смертью генерального секретаря ливанского движения Хезбала Хасана Насралы, о ликвидации которого Цахал сообщил накануне. Иран и Ливан обещают продолжить джихад, в то время как в Тель-Авиве празднуют победу над давним врагом. По словам премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху, смерть лидера Хезбалы была необходимым условием изменения баланса сил в регионе на долгие годы. Вместе с тем не исключается возможность начала наземного наступления Цахал на Ливан. К такой оценке пришли в Вашингтоне на основе мобилизации израильских солдат и расчистки территорий в приграничном регионе. «Вчера государство Израиль ликвидировало главного убийцу Хасана Насраллу. Мы свели счёты с человеком, который был ответственен за убийство бесчисленного количества израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов. Насрала был не просто очередным террористом. Он был тем самым террористом. Он был осью из осей, главным двигателем иранской оси зла. Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Он не только управлялся Ираном, но и часто управлял Ираном. Поэтому в начале недели я пришёл к выводу, что мощных ударов, которые Цахал наносила по Хезболле, в последние дни было недостаточно. «Устранение Насраллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей – безопасного возвращения жителей с севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгие годы. Пока Насралла был жив, он бы быстро восстановил возможности, которые мы отняли у Хезболлы. Поэтому я отдал распоряжение, и Насраллы больше нет с нами». Реакция политических лидеров на убийство руководителя Хезболлы, как и ожидалось, оказалась неоднозначной. Палестинское радикальное движение «Хамас» приравняло ликвидацию Насраллы к террористическому акту и возложило ответственность за него на Израиль и США. Верховный лидер Ирана Али Хаминеи отметил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. А иранский президент Масуд Пизашкян заявил, что команду «убить Насраллу» отдал Вашингтон. Президент Турции Раджеп Тейп Эрдоган, осудив убийство Хасана Насраллы, заявил, что израильское правительство становится всё более безрассудным, поскольку оно избаловано державами, которые обеспечивают его оружием и боеприпасами. Москва назвала ликвидацию Насраллы Израилем политическим убийством, подчеркнув, что данная силовая акция чревата ещё большим драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. «Не просто политическое убийство, а какое-то особо циничное. Был удар по иранскому консульству в Сирии, и тоже погибли иранские граждане. И вот сейчас Насралла. Мне кажется, что... Ну, собственно, не только мне кажется. Многие так и говорят, что, видимо, Израиль хочет создать повод для того, чтобы Соединённые Штаты втянулись в эту войну непосредственно. И для того, чтобы такой повод создавать, пытаются всячески провоцировать Иран. Да и ту же Хизбалу. Вот иранские руководители, мне кажется, ведут себя предельно ответственно, и это необходимо должным образом оценивать». Между тем, в СМИ распространяются публикации, утверждающие, что Вашингтон просил Тель-Авив воздержаться от радикальных действий в отношениях Хизбулы. Однако по итогу атака Израиля на Ливан президент США Джо Байден назвал смерть Насраллы мерой правосудия. В самом Израиле продолжаются акции протеста родственников-заложников, недовольных бездействием правительства в работе по освобождению их родных. Несмотря на поддержку действий Сахал в отношениях Хизбулы, протестующие считают, что первостепенные задачи по освобождению заложников ставятся руководством Израиля на второй план. Ранее протесты прошли и в Европе. Десятки протестующих собрались в центре Рима с призывом к прекращению военных действий на территории Ливана и Палестины. Согласно официальным заявлениям министра здравоохранения Ливана Фераса Абьяда, жертвами атак Израиля на Ливан с 16 сентября стали 1030 человек. Более 6000 получили ранения. Со смертью Хасана Насралы, убитого в ходе израильского авиаудара по Бейруту, движение Хизбулла лишилось не только своего лидера, но и почвы под ногами, отмечают аналитики. Сейчас мировой общественность беспокоит только один вопрос. Как смерть главы боевиков изменит расклад сил на Ближнем Востоке? Масштаб влияния Хасана Насралы выходил далеко за пределы группировки. Даже его противники на Западе и на Ближнем Востоке признают его выдающейся фигурой. Он не только возглавлял движение, но и стоял за стратегическим и военным командованием группировки. По этой причине, как считают эксперты, гибель Насралы повлечёт за собой серьёзные последствия на всех уровнях от самой Хизбуллы до всей антиизраильской коалиции под эгидой Ирана. Трудно переоценить значение убийства Хасана Насралы Израилем. Он был культовым лидером для сторонников Хизбуллы в Ливане и за пределами границ Ливана по всему региону. Он не только был ливанским лидером, но и является остриём копья иранского проекта в регионе. Самым мощным, негосударственным субъектом в этой иранской оси, балансирующим на северной границе Израиля. Так что это очень значимое событие как внутри Ливана и для его будущего, так и в более широком плане для региона и Ирана-Израильского противостояния. Насралла возглавлял Хизбуллу на протяжении 32-х лет. Он определял её политику и укреплял военный потенциал группировки с помощью Ирана. Но, несмотря на это, продолжал сохранять некую автономность от Тагерана. Найти ему равнозначную замену было бы сложной задачей и в относительно мирное время. А тем более сейчас, когда в результате серии проведённых операций Израилем, Хизбулла лишилась многих своих высших командиров и система её безопасности значительно подорвана. Однако эксперты отмечают, что предшественник Насраллы Абас Мусави, погибший также в результате израильского ракетного удара в 1992 году, тоже в своё время считался незаменимым. Хизбулле в любом случае в скором времени придётся объявить нового лидера. И от того, каким будет его первый шаг, во многом будет зависеть, как быстро группировка оправится от потери Насраллы. Некоторые аналитики предполагают, что убийство лидера Хизбуллы станет последней каплей в чаше терпения боевиков и повлечёт за собой крупный конфликт на Ближнем Востоке. Это может стать толчком к крупному конфликту на Ближнем Востоке. Возможно, это будет третья интифада на Западном берегу и может привести к новым столкновениям. Саудовцы будут втянуты в свой так называемый Вьетнам против хуситов. Возможно, сирийцы пойдут на Голланы. Это может быть крупная, крупная война. Хизбулла окопалась. Она гораздо лучше защищена и у неё гораздо больше сил. Иранцы их гораздо лучше обучили и у них огромная вера. Я думаю, они, вероятно, продолжат сражаться. Им понадобится несколько дней, чтобы реорганизовать командование и управление. Всё зависит от того, что сделает Иран. Иран сдерживает эти ракеты не из-за какой-то милости к израильтянам в Хайфе и так далее. Это огромное количество точного оружия в основном связано со сдерживанием Америки, не столько израильтян. Военный потенциал Хизбуллы со смертью Хасана Насролы вряд ли пострадает. Тагиране понимают, что его гибель – это серьёзный удар по масштабам иранского влияния на Ближнем Востоке. Поэтому Иран, скорее всего, сделает всё, чтобы восстановить своё влияние, а это будет включать и военные поставки. Новый преемник Насролы должен быть одобрен не только внутри организации, но и Тагираном. Наиболее вероятным преемником многие эксперты считают Кхашема Сефидзина. Он является двоюродным братом Насролы и курирует политическое крыло Хизбуллы. Сефидзин неоднократно грозил Израилю эскалацией и призывал врагов быть готовыми к плачевным последствиям. До президентских выборов США осталось чуть больше месяца, и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп, одержимый мыслью победить свою соперницу Камалу Харрис, ужесточая риторику и переходя к откровенным оскорблениям. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вновь совершил словесное нападение на свою оппонентку от демократической партии Камалу Харрис на митинге в штате Висконсин он заявил своим сторонникам, что Харрис родилась умственно отсталой. Согласно опросу общественного мнения, проведенному New York Times и Siena College, опубликованному 28 сентября, Харрис и Трамп ведут жесткую борьбу в ключевых штатах – Мичиган и Висконсин. Харрис получила поддержку 48% избирателей в Мичигане, а Трамп – 47%. В то время как в Висконсине Харрис поддерживает 49%, за Трампа выступили 47%. Джо Байден стал психически неполноценным, а Камала родилась такой. Если мы победим, мы будем преследовать людей, которые жульничают на этих выборах. Мы должны быть уверены, что здесь нет обмана, и мы усердно работаем над этим. У нас больше юристов. Вы знаете мое мнение о наших городах. Посмотрите, что случилось с моим Нью-Йорком. Они пошли против мэра Нью-Йорка, потому что он говорил не так, как надо. Они просто предъявили ему обвинение задолго до того, как он стал мэром. На митинге в Висконсине Трамп выступил с одним из своих самых резких заявлений в адресы мигрантов, незаконно пересекающих границу США и совершающих здесь преступления. Трамп, окруженный плакатами с изображениями нелегалов, проживающих в США и баннерами с надписями «Покончим с преступностью среди мигрантов» и «Депортируйте их сейчас» назвал тех, кто совершил насильственные действия на территории страны монстрами, хладнокровными убийцами и мерзкими животными. «Такое может случиться только со мной. Я должен был победить Байдена. После дебата у нас было преимущество в 21 балл. Затем мне пришлось начинать все сначала, после появления Камалы. Люди понимают, что Харрис не такой умный человек. Помните, что всегда будут нападать только на влиятельного президента. Вот почему меня так часто стреляют. Разве не здорово иметь президента, которому не нужен телесуфлер. Из-за Харрис мигранты совершают беззаконие в США, но она этого не признает». Согласно правительственным данным, за время правления президента США Джо Байдена было арестовано около 7 миллионов мигрантов, незаконно пересекавших границу с Мексикой. Этот антирекорд вызвал критику в адрес вице-президента США Камалы Харрис и Байдена со стороны республиканцев. Однако по данным СМИ нет доказательств того, что мигранты совершают преступления чаще, чем коренные американцы. «Я думаю, что все хотят приехать в США. Мне не нравится, что мы используем страх как инструмент. Да, бывают случаи, когда нелегалы совершают незаконные действия – убийства, продажи наркотиков, мошенничество. Иммигранты забирают часть наших рабочих мест. Но говорить о преступлениях, которых нет – это позор. Все политики используют эту тактику запугивания. Я вижу больше мигрантов в этом районе, когда захожу в магазин. Да, это печальная перемена, но так устроен мир». В ответ на выступление Трампа пресс-секретарь Камалы Харрис заявила, что кандидат от республиканцев не может предложить американскому народу ничего воодушевляющего, лишь только мрак. Критики обвиняют Трампа в усилении российских стереотипов и циничном использовании трагедий семей для продвижения своей антимигрантской повестки. Эльвин Абдулаев, Си-Би-Си. Между усобицей премьер-министра Пашиняна с армянской церковью продолжаются. Главный священнослужитель страны, которая 30 лет удерживала под оккупацией азербайджанские земли, вдруг озаботился так называемым армянским наследием Карабаха. Представители армянской церкви требуют отставки Пашиняна и считают главу правительства предателем. В Армении усиливается раскол между церковью и властью. Армянские священнослужители, которых премьер-министр страны называет агентами влияния, уже даже не считают необходимым скрывать свою откровенную неприязнь в отношении власти Никола Пашиняна. Пожаловавшись накануне на церемонию переосвящения собора в Ереване, премьер-министра и его супругу, представители армянского духовенства, встретили настолько холодно, что первая чета Армении покинула ее раньше времени. Пашинян отказался даже отвечать на вопросы журналистов. В армянской церкви же уточнили, что политическую элиту страны на церемонию пригласили лишь для галочки. Тот факт, что государственным деятелям были направлены приглашения на церемонию переосвящения собора, никак не связан с требованием армянско-апостольской церкви об отставке властей. Даже после этих мероприятий церковь продолжит придерживаться своей неизменной позиции. Мы всегда были важным залогом укрепления государственности. На самом деле на подобные церемонии приглашаются любые общественные политические деятели, деятели культуры и члены правительства. Это ни о чем не говорит. Мы свою позицию не меняли. Какой она была, такой и осталось. Все остается в силе. Мы продолжим требовать отставки властей. Пусть никто не надеется на обратное. В армянской церкви не скрывают, что питают особую симпатию к бывшим властям страны Сержу Сарксяну и Роберту Кочаряну. Те оказывают особую поддержку скандальному священнику Баграту Галстаняну, возглавившему в этом году армянскую оппозицию. Сам террорист в рясе, призывающий к мести Азербайджану, неоднократно был замечен в окружении экс-президентов Армении. Тем более интересно, что Сарксян и Кочарян очередной съезд так называемых священнослужителей не посетили. И в правящей партии Армении этот факт назвали положительным. Собор очистился от их теоретического присутствия. Это еще одно хорошее явление. Они сами сделали услугу церкви. Не могу сказать, что сегодняшняя церемония является шагом к сглашиванию разногласий с церковью. Не думаю, что в этом вопросе есть изменения. Ведь церковь продолжает заниматься политикой. Всех этих политиков от религии, конечно же, вдохновляет католикос армян Горегин II, который, очевидно, предпочел связи со Всевышним отношения с спонсорами. Главный священнослужитель страны, которая 30 лет удерживала под оккупацией азербайджанские земли и вела себя там абсолютно безбожно, вдруг озаботился так называемым армянским наследием Карабаха. Хотя, конечно, лучше бы озаботился тем, как будет отвечать и оправдываться за те грехи, которые он и его поства совершали на чужой земле. США должны прекратить восхваление ситуации с правами человека в Армении. С таким призывом выступило западное издание European Conservancy. Армянского премьера призвали не строить из себя демократа и положить конец массовым арестам в стране. Хорошо замаскированный диктатор. Так премьер-министр Армении Никола Пашиняна окрестили в новой публикации издания The European Conservative. Автор материала, кстати, армянин по национальности, рассказывает о массовых правонарушениях в Армении, совершаемых при попустительстве Пашиняна. Особое внимание уделено заявлениям депутата правящей партии Республики олигарха Хачатуры Сукиасяна, который на днях пригрозил тюрьмой и даже смертью всем оппозиционерам, которые, по его мнению, не будут вести себя хорошо. В материале отмечено также, что частное предприятие в Армении, заявившее о своей поддержке протестному движению, подвергается внезапным налоговым проверкам и рейдам со стороны правоохранителей. Многие из них жалуются на конфискацию компьютеров и другого оборудования, без которого их функционирование практически невозможно. Сегодня Запад пытается выставить Армению чуть ли не центром демократии Южного Кавказа. Они там закрывают глаза на то, как эта страна нарушала права сотен тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны со своих родных земель. Как можно защищать государство, которое разрушило Карабах, осуществило там геноцид, экоцид, культурный геноцид и другие массовые преступления? Хорошо, хоть некоторые издания осмеливаются говорить о массовых правонарушениях внутри Армении. Они ведь зафиксированы и в отчетах международных организаций. При этом коллективный Запад обожает преувеличивать, а затем тиражировать события, происходящие в Грузии или Азербайджане. США пытаются представить все, что касается нас, в ложном свете. А про Армению они предпочитают молчать. Однако в отчетах независимых организаций открыто критикуются ситуации с правами человека в Армении. Речь идет и о таких организациях, как Freedom House и Amnesty International. В статье европейского издания осуждается действие режима Пашиняна в отношении участников уличных протестов. Подчеркнуто, что массовые правонарушения были подтверждены со стороны ряда международных правозащитных организаций. Издание The European Conservative напомнило также о незаконном применении светошумовых гранат во время разгона демонстрантов в Ереване 12 июня этого года. Осуждена и сила, примененная в отношении представителей армянских СМИ. Автор статьи ссылается на ряд заявлений таких организаций, как Amnesty International, Международный институт пресса, репортеры без границ, Transparency International и другие. В публикации The European Conservative выражено возмущение тем фактом, что несмотря на критику правозащитных организаций в адрес Пашиняна и его свиты, администрация Байдена представляет ситуацию в Армении в ином свете. К примеру, спустя после день применения чрезмерной силы против демонстрантов и журналистов в Ереване, Госдепартамент США опубликовал заявление по итогам визита помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена, в котором он высоко оценил реформу армянской полиции. А американское посольство в Ереване чуть ли не обвинило в произошедшем самих демонстрантов, поставив их в один ряд с преступниками. The European Conservative задается вопросом, почему события, происходящие в Грузии, рассматриваются со стороны американского правительства под лупой, а на то, что творится в Армении, там закрывают глаза. К этому часу у нас все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова